так я начал запись мы сейчас находимся вот здесь вот какое я придумал название сейчас мы его найдем так-так-так в общем меня в душе спеша разрывается если назовешь развитие сибирского сада по годам это 5 серия развитие сибирского сада по годам почему это важно мы дошли до 2008 года вот естественно что знание прибавлялось сортов прибавлялось вот и как бы вы потеряете мой путь вам не придется 40 лет нет придется до называл одну из своих статей нахождение в саду для срок жизни почти так на такое название вот и тогда получается что ему надеюсь мне 74 я поздно начал 34 сейчас 74 но как видите чего-то я успел а вы за несколько лет повторить у меня такой соблазн я я хотел написать для студентов и будущих студентов на просмотра будет 10 раз меньше студенты всегда палкой не забудешь палкой это совершенно не те студенты что были еще и даже в царское время время мичурина и тогда получается оставляем развитие по годам и продолжаем и так 5 серия вот это мы все с вами проходили дело в том что на каждой фотографии несколько тем вот как казалось бы смотрите давайте вот а вот отсюда все-таки если я повторюсь вы меня не убьете вот и сюда крупный план видите еще крупнее и так учебный снимок я его не раз показывал на вебинарах я раз показывал а так как здесь могут быть другие совершенно слушатели зрители то я еще повторю и так ранний железо внизу отрезал пару веток так это была страшнейшая ошибка навязанная этими самыми я же был такой же наивник как сейчас практически все вот да до сих пор большинство верят в то что его внушают итак нижние ветки отрезаны нагрузка легла на 1 2 3 4 5 6 7 веток верхних вот урожай был предельно это еще не весь сколько упало вот и ветки не выдержали рухнули вы скажете подпорки надо было ставить концы делать им было нечего у меня получился это великолепнейший учебный снимок великолепнейший вот который надеюсь войдет когда-то газеты садовая журналы садовая телепередачи и даже не побоюсь этого слова энциклопедии именно такое и так нижние отрезаем верхних остается меньше хотя вроде бы они рассеют а сама сделаны как как по уму как учат но тем не менее и выдержали почему не выдержали а не надо было нижние отрезать тогда почему вот здесь где вы видите беленькое в самом низу белые пятна это я замазывал раны которые сам же задел если у этих ран не было тогда бы здесь бы беспрепятствия двигался высок и вот это вот штаба не был такой хрупкий убедились не будете отрезать это дать причин вот если бы студенты меня слушали все добавил нижние ветки дают используется для фотосинтеза вот сахара вот дают глюкозу и это является частью за взаимоотношения природы почвы и дерево то глюкоза которую производит дерево это не только сладкие яблоки вот это еще и эти как сейчас пришел когда слова не только я произнес сразу вспоминаю кроватую фразу этих самых кроликов этих двух двух евроистов вот кролик это не столько метод мех ценный мех но и 23 килограмма легко усвояемого диетического мяса так вот запоминайте об этом никто ни слова потому что они этого не знают они учат эти самые делать искусственную форму чтобы дерево обязательно слабело покрылась паршой покрылась ужас а не знают они того что фотосинтез не только чтобы получить для вас в яблоки особенно нижние ветки нижние ветки глюкозы кормят корни по корням переходит почву почва становится извините я уже простыми словами сладкой глюкоза сахар более сладкой это значит что там идет а почва это половина дерева там живет с корнями с грибами с бактериями с червями это все благодаря нижним скелетам нельзя их отрезать умники этого не знают и к сожалению этого не знают и в академиях вот так друзья видите сколько я проговорил вот а эту фотографию сделала в 2007 году 16 лет назад до сих пор никого ничего не научила сильно мало у меня друзей но несколько тысяч это не несколько миллионов ну а это дерево вообще к нему и не подходил а вот 40 ведер вас устроит это жигулевская ну сами смотрите видите как все запущено видите что сейчас пришла пора косить это как раз между покосами вырастает такая трава и он на зиму оставлять нельзя высохнет и послужит причиной пожара и это же дерево не будет уничтожено в этом чуть позже три-четыре покоса за лето в саду эту девочку показывал заранее вот ну что здесь это видно да урожай не удерживает ветки что есть то есть есть еще причина сибирь сибирь роскошные сорта вот такие это сувенир востока они не совсем свойственные сибири дерево подвержено морозам значит слабеет крона слабеет ветки и урожай бывает такой что вот дерево отдает урожай даже не думая о том что оно его не выдержит там свои законы в дереве ну вот результат вот у меня бывало такое из сотен веток одну две потеряю но это лучше чем все сотни веток начинать обрезать заранее еще ничего не упало обрезать ветки которые отдадут урожай калече дерево и так далее вот это интересная фотография это я привел груши на яблони ну был момент когда мне не хватало груши в подвое с ними было сложнее яблони в подвое только отошел 20 метров от этого от забора вот они сибирьки растут вот и пожалуйста вот там взрослое дерево яблони уже взрослое а снизу снизу полезли ветки вот и эти ветки я привел уже не яблоками а грушами получилась вот такая красота это полигон сразу раз несколько сортов так чернослив супер ой какие они вкусные ребята доставал с двух мест видите написано Сады Сибири это я угощал главного редактора журнала Сады Сибири Стырина Василий Кинч это он мне привез газету вот он ездил как как бы на юг Краснодарского края а это Краснодарский край Шашинский район деревня Красный Хутор а он красноярец популярнейшая газета Сады Сибири и он такой вояж делал побывал в трех садах вот третий последний у меня вот дарился Сады Сибири и приглашал что печататься у него и вот это и было вот я там напечатал от пятидесяти до ста статей точнее даже не вспомнил вот и получился такой калаш красиво выглядит это я его угощал главного редактора вот один из первых урожаев колновидной яблони поздновато спохватился а если это 2008 год примерно ну яблони где-то года четыре это первый сад который я достал КВ-7 назывался вот сказать что неморостойки я не могу вот получил ли я рекорды урожая да я железов получил три мировых рекорда я люблю не люблю мелочиться если уже заниматься так серьез они проклоновые подвое эти дебильные неморостойки и это которые не дадут расти дерево выше метра полутора с несколькими жалкими корешками на которые бесел смотреть нельзя вот а я на корневой отводке сибирки бабах и пять медер пожалуйста мировой рекорд на колонии вот высота 6 метров пожалуйста мировой рекорд на колонии морозостойкость моря сибирки самая большая в мире третий мировой рекорд ну это все потом дойдем а это первый урожай вот вот чижик николай иванович один из супер садоводов наших благодаря которому наш край царствует небесное николай но я ему наши крылья попала яблоня богатырская сорт вот вот чернослив который я назвал чернослив чижика еще вот сувенир востока который королева сада тоже от него пошла вот дружили мы вот последние годы тяжело болел находился возле сада то есть выйдет сядет на стульчик а сад надо чуть-чуть гору подниматься он уже не мог хорошо специально взял помощника мы с ним взяли его подмышки извините за выражение дотащили доволокли до первой же яблони вот эти несколько секунд что он смог стоять вот я его санографировал потом мы его потащили обратно а это осталось навсегда мне а теперь и вам это один из тех благодаря которому развился от него к железу от железу от черномаева и так и развился то что мы назвали сайногорских я назвал я летописец в таком смысле осмыслить никто больше не мог и понять все величие сайногорского судоводства было некому пока я не взялся за это дело это никого сирик один из основателей сибирского феномена сибирского феномена сайногорского феномена сайногорского условно потому что это сайногорский на другом берегу реки в Енисея вот и у него участок находится тоже нет не в шушинском районе где я хозяйничаю а на левом берегу вот это пред пред как называется в общем море города Сайногорска он находится в нескольких километрах на Енисея вот вот эта фотография тоже особая почему где-то этот но я сейчас не смотрю где-то у меня тут серия фотографий 2007 2008 2009 10 в каком-то из этих годов случилась страшная катастрофа бабочек белую бабочку которую называют капустницами было столько что такое впечатление было что идет снег невиданное внезапное развитие никто на это внимание не обратил а бабочка отложили миллионы коконов эти коконы жили будущие гусеницы их надо было брать лестницы надо было срывать деревьев подниматься и как меня учили этим занимался то есть ведро а ведре на дне немножко соляк и прям туда чтобы эти коконы в одной руке ведро поднимался на метр на два по стремянке и срывал больше сто людей в то время не было это вот сейчас я говорю караул там допустим мышиный год спасайтесь но меня уже не слышат телевидение отказалось со мной работать почему говорят мне выгодно я не предложил рекламные эти доходы за счет рекламы вот теперь криком кричи если такой год повторится опять миллионы бабочек вот и так вот именно яблони именно яблони было на тысячах 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 в середине лета сожраны все листики до единого тогда половина кто не терпел выпилил считается не мертвая а вторая половина все ждала чего-то и дождалась в середине лета проклюнулись почки и к осени опять все зажиглянело то есть половина была потеряна за счет нетерпеливых товарища половина все-таки спаслись вот вот такую историю я вам рассказал и так бабочки они оставляют коконы я бы сейчас это была специализированная передача я бы тут же даже в интернете набрал значит личинки бабочек коконы набрал бы эти слова и тут же фотографии тут же вам показал как выглядят но что мы сейчас бегом по Европам вот я выбрал именно этот способ карлопатография новая тема почему а потому что одни говорят вот давайте это самое по пункту вот нам надо чтобы это была лекция а я знаю что большинство из вас ну кто из нас учился понемногу чего-нибудь как-нибудь учились засыпали на задней пальцах спали храб стоял вот следующая фотография вот она послужила одной из доказательств того что почка почки рознь а это значит что почек разная морозостойкость и это свойство положил в основе своей новой теории селекционное клонирование поселекционное клонирование пока не будем а для вас пока а кстати а идёт запись а идёт значит по а или не идёт а идёт значит получается так годом раньше хоть отсюда бери ветку бери ветку получается получишь два одинаковых ну привьёшь два одинаковых дерева одинаковая цыкость что-то с два потом сажень вот с этого возьмёшь ветку годом раньше когда она была жива да так нормально была редко а я не знаю что теперь уже саженец поднимется вот почка почка у меня нога не поддержала хлопали по плечу какой умный но вся почка имеет одинаковую стойкость точка это мы тоже проходили на самом деле разные так ну сало как сало что попробовать вот а это знаете я потерял этот сорт называется анис алый с таким трудом меточку достал ёлки-палки и всё и урожай был ну опять тот же самый принцип попробовал какая которой сотен веток рухнет вот и жалуюсь вам у меня теперь нет пипина шафранова ой это я заговорюсь а не сало зато это и есть я специально выбрал самый крупный плод это гран-200 это нарядная фимова это это золотая медаль на международной выставке гран-при получается один из мировых лидеров сделал его Ефимов наш учёный Ефимов вот прославил этот сорт на весь мир ну а как он попал в Сибирь вначале он попал к моему другу вот это когда помню я не скрываю дьякова Михаила Ивановича великолепный садовод вот у него был лучший грушевый сад на тот момент и от него раздавал три сорта вот когда его съездили в очередке на следующий год а нет уже было не так значит это было самое нищие времена разгул бичей которые трясли снимали плоды тащили скобщиков благодаря скобке вроде бы нужна скобка а как иначе но днем собирали хозяева по ночам собирали бичей когда их начал гонять Михаил Иванович ему сожгли дом вот и мы уже приехали уже все он уже перебрался то ли в Афире то ли в Новоедисейку а там какой сад там голая степь вот и с этого благодатного места перебрался восстанавливать то есть смысла не было дача никто не живет хоронять некому вот ну случай хозяин отчаяния застрелил одного бича по моему посадили его за это вот был такой случай ну короче выжили Михаила Ивановича мы заехали на пожарище и заследовал у него три сорта груш один яблок и эти груши оказались такими шикарными вот одна из них вторая это была это была вторая это была среднерусская все а остальные яблоки вот эти два сорта груш теперь вот видите какая он только когда ему прижилась на сибирской земле я перенес все это на сибирские подвои на супермарностойкие уссурийские груши супермарностойкие дичайшие вот и пошло теперь сотни тысяч в саду вот то есть в Ленчику это дело двигаем вот еще раз посмотрите полюбуйтесь на эту красоту ну а дальше горькая тема сожгливой сад вот этих яблоки у меня было полторы тысячи это после пожара остатки одно дерево вот я еще раз если кто-то меня увидит из тех кто меня очень-очень не любит прямо так не любит что ночами спать не может чтобы на стопище какой-нибудь гадость сказать написать вот переживите эту страшную трагедию две тысячи деревьев из которых только яблоки полторы вот десятки сортов груш вишни фундуки эти господи шелковицы что тут это абрикосы много сорта все это к черту сгорело приехали на мотоциклах я уже это еще раз я сдал это все просто самомусель невыносимо что кто-то хоть бы даже злорадствовал бы да просто не знают они об этом специально сожгли специально виноват то не я уже арендаторы проспали решили дома заночевать две семьи вот никого там не было подожгли соседский сторож все видел вот и уехали а потом я уже когда на даче было всего тогда 20 или 300 на этот момент я там держал элиту на даче ну немножко я себе акционер так тут для продажи а там элита вот и с тех пор до сих пор там я еще 2 миллиона еще приплатил чтобы до 50 соток увеличить это 2 миллиона из-за кармана государство мне руки показала в лице шушинского этого администрации нету на земле это железо вот а потом здравствовать а что это у него с лифтом мало яблонь мало там на тех участках я же не мог полностью восстановиться вы чё 10 раз меньше земли чем было 10 раз и при этом хихикать это тоже после пожара что интересно они и дичали они не и дичали ну вот так выглядит еще одно подпорченное пожаром вот остатки после пожара а теперь другая тема я же говорю тут все в разброс это гепатогенная зона вот не хочет расти все но зато плод дает сразу надо быстрее дать плод пока жив это край гепатогенной зоны ну темно гепатогенная зона большая скажу ладно вы говорили несколько слов я я как я понимаю трещины в земной коре вот оттуда идет страшное излучение оно может быть разное чаще всего опасное или смертельное вот поставил на это место кровать как в первом подъезде мой друг умер спал я поздно вычислил до такой зоне вот то что называется гиблое место вот это аварии на транспорте на дорогах на скоростных трассах где у людей крышу сносят и наконец это в садах где дерево всадишь умирает причины не знаешь побежал в магазин закармливать заливать водой прыскать прыскать а оно умирает и что ты его не делаешь вот это если коротко а дальше 4500 фильмов моих смотрите там этой теме у кого здесь и фирма посвящена я после себя такой след оставлю вот ну живому завидует а когда меня не будет на этом свете я видать перестанут это сказать а давайте посмотрим а почему у него лучше сад в Сибири а вот ну это вы видели фотографию вот моя линейка знаменитая ее отрезают вот так вот раз чтоб ее не было видно и тогда это линейка тысячи людей значит что это линейка знаменитая вот она заменяет фамилию ну это ну это как бы коллаж получается и тогда отрезали и потом все они текут от этих от чернослива текут вот и текут у тех кто потом у этих мошенников купит из-за этой фотографии купит какой-нибудь хворост дрова так ну это бочонок да знаете она интересная сам бочонок это мне со Смоленской чертки прислали вот в общем то оказался довольно заварядным яблоком довольно кислым вот ну середачок где вы делаете в нем посмотрите где краснеется эти ранетки вот ранетки эти они довольно крупные и вкусные и это яблони ранетки но у них есть одно свойство дичать очень быстро это она же не привита очень быстро дичать я придумал у меня это было и как место для того чтобы сорт сохранить приходится в Смоленскую посылку а там вот это вот это вот ну привил бочонок так называется даже не второе слово желтый бочонок моего на бирке второе которое я привил это было что-то было и третье я привил от этого же от Чижика которого я в отличие от смоленского деятеля с огромным восхищением земляку Николаю Ивановичу Чижику отношусь от него я получил роскошный сорт богатырь вот и когда я эти три крупных сорта привил здоровенные есть другие фотографии ну что видим то видим когда я привил и оказалось знаете что ранятки вернулись уже дерево то было не молодое ранятки вернули свою прежнюю крупность ну специально надо было показать ранятки пусть даже то что вы видите вон он в уголочку даже это или внизу под подбиркой даже это говорит о том что все таки ранятка получилась шикарная все поняли да и так деревья которые теряют свои качества дичают не дичают но стареют со временем становятся мельче мельче сахара ну как бы такими уже примерами можно вернуть качество привив в крону самые крупные яблоки совет услышали услышали зададим дальше ну это вот то что я вам показывал это оттуда остатки того сада то что выжило несколько десятков яблок вот на девятке возил сюда с острова вот а здесь уже продавал все продавали по пятьдесят рублей ведро с кубчиком а куда их было делать а я продавал по восемьдесят рублей мы брали охотные потому что это же гулевская вот если я называл слива судья востока королева сада то яблоню гулевскую я называл король сада вот мы дошли до перчиков перчики в то время у меня заплодоносили вот и получилось так что если бы не ледейка а такие фотографии ворвали направо налево ледейка отрезается и пойди докажи что это твое я могу доказывать может в самом конце я скажу как это делается еще и вас получил так но сейчас наверное надо еще несколько фотографий показать это то же самое после пожара только сорт другой слава мичеринска вот так это сорт называется гулевская вот посмотрите вот такой вот где вот это фотография она на пол сотни или на сотни сайтов которые решили что она выдающаяся фотография она очень эффектна и вы именно к ней прилипли то есть в коменте фотографии используют чтобы показать что вот вы купите у нас саженцы яблони под названием жигулевская всем не обязательно жигулевская это так же как переименовали десятки этих мошеннических сайтов это мой абрикос серафим абрикос успех и абрикос успех на сайте Тиверязевской академии свое ты что сделаете в конце концов а Тиверязевцы и так получше вас скоро закроют подослушают сколько я про вас плохого рассказал что вас и правду закроют без меня это на вашей земле ваши земли это в черте москвы стоят десятки миллионов долларов вот а вы не можете вырасти такой сад чтобы ни один бульдозер туда не сунулся чтобы эту красоту нет взять еще чужие фотографии прислать это тоже после пожара и это после пожара опять моя линейка видели линейку отрезают и дальше используют уже без нее вот это жгулевская крупный план ох хорошие и зимние если снять пораньше такое полусырое полу готовое до весны лежат ну сейчас это грустная тема вот это фотография моя моя вот она была сделана вот с этого дерева крупный план или с этого дерева но это плана потом сейчас вернемся почему ей присвоили звание персик семьяк на самом деле это персик хошенский но представьте себе когда делается мошеннический сайт переносит туда эта фотография что было дальше человек открывает сайт видит прекрасные плоды а не 50 грамм а кажется что 100 вот так я как мог так снял вот доказать что моя вот смотрите что было дальше присвоили название сибиряк и любой теперь знает что правильно любой секс знает что если это выросло в Сибири уж у него в Поволжье у него на Урале у него на Дальнем Востоке у него это самое при Балтике обязательно оно не замерзнет если уже в Сибири не замерзло вот ну если скажете что я где-то что-то если я сказал ну давайте вернемся сюда давайте найдем ее о вот она смотрите вот видите вот она теперь когда я подвел мышку и начинаю читать тип элемента файл ну даже три ангельских слова дата съемки не обманул 1 сентября 2007 год вплоть до минуты 56 секунд вот разрешение это характеристики этого фотоаппарата если вот это было снято вот это вот это вот вот 2007 август вот это и вот это значит чья это фотография чьи это элементы фотоаппарата а и теперь не все значит мы берем и набираем мне стало интересно давненько этим не занимался и так фото это яндекс видите вот это яндекс фото персик сибиряк вот персик сибиряк давайте смотреть узнаете узнали да без всяких сомнений так ведь вот смотрим дальше поспел персик сибиряк воронежа я не буду открывать если это это самое ну то есть уже видите что это совсем другое а не крупнее вот а почему вот это назвали персик сибиряк сейчас объясню нажимаем это мы на этом закончим это как бы для чего мы открывали для чего сложим это учеба правой мышкой нажали найти изображение в яндексе кстати персик сибиряк продажа саженцев все напит ёпть в крыму что нету не было ни одного фотографии персика что надо было сибирскую фотографию использовать а панове вы что зложно вы что в крыму вообще ни одного дерева персика нету что ли а я скажу почему а потому что вы могли бы взять и у себя сделать фотографию любого своего персика а наглядности никакой нет и доверчивости нет и доверия нет тогда что вы делаете сейчас секундочку тогда вы скажете когда вас поймают за руку или за хобот вот между ног болтается хобот называется вот когда вас за это дело схватят вы скажете из сибири вот тогда можете признаться что только тогда при чем тут железо когда вы саженцы продаете крымский датчик мать вашу итак продолжаем нажал найти изображение в яндексе давайте смотрим вот скажите мне да тут железо 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 вот а здесь допустим это самое латвийский персик вот уже в латвии он оказался да вот персик ранний оказался уже киевский оказался в средней полосе россии а я то что в средней полосе живу вот в москве в подмосковье вот это чистая ложь вот сюда нажал нажал сейчас я случайно выскочил оттуда кто еще присвоил крымские крымские куда их еще занесло эту фотографию крымские вот уже нектарином стал теперь это ред голд я гордиться должен я вырастил ред голд а в общем так ред хевен уже о ред хевен вот это вот ред хевен о видите ред хевен все хватит изгаляться над ними и так видели что творится а знаете что я сейчас сделаю я сейчас давайте посмотрим пошире 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 просто любопытно ну то что здесь понятно железов воспоминания о будущем лебединая песня это понятно вот но это не у меня крымчане крымчане вот официальный сайт железов давайте пробежимся вот так вот вот так может быть я что-то еще уловлю интересно там за облаками сейчас я даду какую-то знаменитую фотографию вот они еще знаете как делают вот как они это вот это смотрите видите написано хороу деймонд вот лора такая попадется да и вот теперь когда они чужой персик внимание видите когда они чужой персик присваивают на нем рисуют свое название вот это тоже имейте ввиду это они умудряются для достоверности так делают это и вот это в нашем саду вот а большинство предуслований никогда не видели вообще вообще глаза замирают то есть душа замирает персик уралис вот чистое вранье а 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 теперь и и они и и вот вот ни одной колонавидной черешни нет, ни одной колонавидной вишни нет, ни одной колонавидной сливы нет. Вот это есть система всероссийского всемирного обмана. Всемирного. Полюбовались? Теперь надо будет как-то заглавить этот фильм. Есть такое крылатое выражение Казмир Приткова. Увидел черта? Не верь глазам своим. На этом позвольте с вами расстаться на этой пятой серии. Чему-то вот еще разглядите на этот как моя фотография использована десятком мошеннических сайтов. Видите? Слева. Слева. И будем заканчивать. Серия номер пять. Не верьте, видите, черта, не верьте глазам своим. Обидно, что этих жертву обмана нет тысячи садоводов, ни десятки тысяч, ни сотни тысяч. Разве можно обмануть так много? Нет. Миллионы обманутых. Кто этоeso. Миллионы обманутых. Нет. Не верьте. Нет. Миах. Огланино. Продолжение следует...